Друзья, привет! Враги заглушили мне звук, но всё получилось. Я приехала из офиса домой и решила добить этот ролик. Так вот, я надеюсь, теперь всё будет хорошо. Смотрите, о чём хотелось поговорить. На самом деле всё не так уж и весело, потому что, как пишет Frank Research Group, банки, к сожалению, российские, начали массово отказывать россиянам в переводе денег с валютных счетов. Вы скажете, эко невидаль, но так за границу мало кто отправляет. Нет, друзья мои, нет, здесь дело-то в другом. Поэтому речь идёт про переводы внутри страны. То есть, если у вас есть доллары, допустим, в каком-то банке, и вы хотите их перевести на свой счёт в одном из российских банков, то это становится всё тяжелее и тяжелее и тяжелее. Да. Давайте посмотрим в этой статье. Ссылочку я оставлю в комментариях к этому ролику. Мы с вами прекрасно видим, какие банки относятся к шорт-листу, откуда нельзя перевести валюту без конвертации в другой российский банк. Конвертация, естественно, в рубль. То есть, если у вас в этих банках есть валюта, то это значит, что вам нужно её конвертнуть в рубль, и тогда, пожалуйста, хоть обпереводитесь. Что это за банки? ВТБ, Газпромбанк, Альфа, РСХБ, Промсвязьбанк, МКБ, Совкомбанк, Юникредит, Ситибанк. Вы скажете, как Юникредит и Ситибанк? Да, 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 да. Юникредит и Ситибанк декларируют, что валютные переводы без конвертации в рубли невозможны. Росбанк, его в этом списке вот здесь вот нету, но здесь без конвертации невозможны переводы в евро. Кроме того, этот список, о котором я говорю, стоило бы немножечко расширить, потому что если звонить в колл-центр Сбера и РНКБ, то можно узнать про сложности с валютными переводами. Вот такая вот проблема. Поэтому де-факто Сбера и РНКБ это тоже как бы, ну де-факто в той же самой группе. Возникает вопрос, а в чем же проблема? Ну, остальные-то банки переводят. Да, но можно видеть общий тренд на желание активно избавиться от валюты, не связываться с переводами в иностранной валюте, чтобы не было проблем с корсчетами, с зависшими деньгами, со свифтом и вообще с валютными активами. И, ну, в продолжении Тинькофф, да, Тинькофф переводит, но мы знаем, что переводы только от 20 тысяч долларов. И если вы захотите перевести эти деньги в банк из санкционного списка, то это тоже будет нельзя. Ну, то есть в ВТБ, в РСХБ и так далее с Тинькофф не перевести. Вот такая вот история. И это абсолютно-абсолютно в тренде с тем, что на питерском форуме заявляла госпожа Набиулина, что они понимают, что банки стараются снизить риски, связанные с валютизацией их балансов. Ну, грубо говоря, хотят максимально избавиться от валюты всеми возможными способами, никуда ничего не уводить и вообще вот это просто заклеймить токсичным активом. Понимание вопроса. Собственно, что же делать-то, если вы зависли вот в таком вот банке, у вас там иностранная валюта какая-то, и вы не можете ее оттуда вывести. Я с вами давайте поделюсь несколькими мыслями. Значит, что можно сделать? Первое. Если у этого банка есть брокерское подразделение, и этот банк не в блокирующих списках санкционных, то есть через него можно инвестировать на питерской бирже в иностранные бумаги, в долларах или в гонконгских долларах, то это вариант. Ну, чтобы доллары просто так не лежали, хотя бы как-то, что называется, инвестировано были. А потом теоретически можно иностранные бумаги перевести к другому российскому брокеру. Как вариант. Дальше. Если эта опция недоступна, то можно, если у вас валюта в этом банке, откуда нельзя валюту вывести, можно ее конвертнуть в рубль, рубли перевести в другой российский банк, где есть первая опция отправки валюты за границу, второе, есть брокерское подразделение, и есть возможность за рубли на московской бирже купить валюту. И тогда схема следующая. Вы доллары, например, или какую-то другую валюту, конвертируете в рубль в том банке, который не выпускает валюту. Рубли переводите на счет российского банка, который выводит деньги за границу и который имеет доступ на московскую биржу на валютную секцию. Рубли отвозите на московскую биржу на валютную секцию. Дальше. Конвертируете, ну, например, в доллары. Доллары отправляете за границу на ваш зарубежный счет и там дальше инвестируете. Вариант. Дальше. Если и эта опция будет невозможной, и вообще за границу перестанут отправлять вообще все банки деньги, то есть вариант, соответственно, из того банка, где у вас зависла валюта, ковертнуть ее в рубль и перевести в зарубежный банк рубли. В основном это что? Это, соответственно, нужно открыть счет в странах СНГ, ну, там, Казахстан и так далее. Сербия открывает, Турция открывает. И тогда вы не будете связаны с переводом в валюте, это рубли. Но у вас будет перевод валюты за границу, за границей де-факто. То есть вы рубли из России переводите, собственно, на ваш зарубежный счет и дальше те рубли конвертите в доллары, в евро или в ту валюту, которому будет нужна. Конечно, курс будет не такой, как на московской бирже, но это тоже как бы опция. А дальше уже с этой валютой сами разбирайтесь, инвестируйте и используйте по назначению. Можно оставаться, в общем-то, в рублях, в общем, все поменять в рубли. Ну и инвестировать либо на вклад, либо на российском рынке инвестировать. Ну, то есть вот вариант. Ну а можно стать ждуном. То есть ничего не делать и ждать, что валюта когда-нибудь вырастет к рублю. Но когда это будет, никто не знает. И с нынешней тенденцией, честно говоря, открещиваться абсолютно от любой иностранной валюты, не уверен, что это будет в ближайшем будущем. Но тоже как бы вариант. Сами понимаем, что на питерском форуме госпожа Набирина говорила, что, в общем-то, не будут никакой принудительной конвертации применять и так далее. Ну, здесь все, чем вы рискуете, это то, что валюта продолжит падать к рублю, а вы будете ждать. Все. В общем и целом, хочется сказать, что валюта внутри страны токсична. И я по-прежнему считаю, что в России надо инвестировать в рублях, а валюту за рубежом. Единственное исключение – это СПБ-биржа, где можно спекулировать инструментами в долларах гонконгских и американских. Но долгосрочной стратегии через питерскую биржу я бы пока не строила. Дождемся, пока не сделают альянс, соответственно, с Freedom в Казахстане. И будет возможность инвестировать в иностранные ценные бумаги через Казахстан, чтобы миновать все возможные риски. Но до того, как мы это все увидим, заработает пока это все, я бы сказала, питерская биржа пока это для меня для спекуляции. Собственно, какие банки позволяют пока иностранную валюту выводить. Это тоже есть статья. Внизу в самом. Вот у нас здесь есть табличка замечательная. Вот написано, могу ли я перевести средства в валюте со своего валютного счета в другой банк. И вот у нас внизу идет описание, где да, а где нет. И, ну, когда Сбер говорит, да, но могут быть сложности, это скорее нет. Дальше ВТБ нет, Газпромбанк нет, Альфа нет. Райф, пожалуйста, можно. Открытие, да, но на территории России. Росбанк, к сожалению, вообще полный привет. Ну, и с открытого можно перевести только доллар до 10 тысяч. Не очень хорошая история. Почта банк нет, Росвельхозбанк нет, ПСБ нет, Юникредит. Ну, пока написано да, но сейчас мы уже понимаем, что де-факто нет. Поэтому эту табличку нужно все-таки перепроверять. Сити написано да, но мы уже сейчас понимаем, что не совсем. Московский кредитный банк нет, СПБ банк, ну, как бы тоже проблемы. Хомкредит пока написано да, но я не пробовала, не знаю, пробуйте. Совкомбанк нет, Уралсип, ну, собственно, только на свой счет или счет близкого родственника надо будет подтвердить. РНКБ нет, Убрир да, но я не пробовала, надо смотреть. Тинькофф да, если этот банк не из санкционки. То есть, в принципе, какие-то штучные банки все еще остаются для отправки валюты внутри страны или за рубеж. И если мы говорим про схему, которую я рассматривал, например, вот здесь, то вот вам примеры банков, куда можно рубли, конвертируемые из той валюты, которая застряла, перевести, конвертнуть в валюту через московскую биржу и отправить в границу. Еще раз, мое глубочайшее убеждение, валюта внутри страны токсична, инвестиции нужны лучше за рубежом. В России только рубли. Спекулятивно на питерской бирже, но основы капитала я пока там не размещала. Напомню, 23 июня в 19.00 у меня вебинар на тему, что делать с валютой. Детально это тоже все обсудим. Ссылочка в описании к этому ролику. Теперь я надеюсь, что все слышно и видно. И тогда пишите в комментариях, что вы бы хотели, чтобы я еще рассматривала. Есть у меня еще в загашнике несколько интересных тем. Посмотрим, может быть, я их объединю во что-то одно. Но в любом случае, sorry, я не могу отвечать на все комментарии, но я их читаю и стараюсь оперативно записывать новые ролики.